Вместо дистанционного пульта, сила мыслей и мышцы, воспитанники Центра детского технического творчества «Новация» вернулись с первого всероссийского нейрофеста. Проходил он в Москве на ВДНХ. Демонстрировали коллегам из других регионов свои достижения в робототехнике. Результат – золотые и серебряные медали. Мы ездили туда и выступали пока в одной номинации. Называется она «Меославом», где ребята с помощью датчиков электроамиограммы могли своими мышцами управлять мобильными роботами. Они писали сами программы, сами придумывали, как сделать робота быстрее. Задача, которую поставили организаторы – сконструировать робота за минимальное время, преодолевающий извилистую дистанцию. Главное отличие от обычных робот-турниров – в способе управления самоходной машиной. На предплечье оператор надевает датчики, считывающие движение мышц. Поочередное напряжение рук заставляет робота ехать вправо или влево. Я надеваю эти датчики, они не считывают импульсы, которые мышцы дают, когда они сжимаются или расслабляются. Я сжимаю вот эту сгибательную мышцу, если я не ошибаюсь, как она называется, и робот едет. Каждая рука – это какой-то мотор. Если же я сжимаю обе руки, он едет прямо. А у этого робота есть вполне конкретная задача – измерять силу сжатия мышц. Разработка ориентирована на спортсменов, для которых важно следить за состоянием организма. Модернизированный прибор покажет, насколько та или иная мышца напряжена после тренировки. Нажимаем на клавишу и начинается работа. Если я слабо нажимаю, то крутится только один мотор. Это обозначает, что я слабо нажимаю. Если нажимать посильнее, то будут крутиться два мотора. Если сильно нажать, то будут крутиться три мотора. Если с мышечными импульсами все относительно просто, то этот импровизированный шлем позволяет управлять роботом силой мысли. Пока только опытный образец, управлять которым получится не у каждого. В перспективе подобный шлем можно будет подключить к инвалидной коляске с электромотором, чтобы маломобильные граждане могли без труда перемещаться. То есть, смотрите, когда я расслабляюсь, то мой мозг тоже расслабляется. И вот этот сигнал передается в датчик. И от этого робот едет. В планах у начинающих робототехников создать дистанционные манипуляторы. Устройство, похожее на перчатки, будет удаленно повторять движение человека. Это поможет, например, безопасно обезвредить взрывчатку или утилизировать радиоактивные отходы. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.